В прямом смысле гниёт лицо. Каждый мой день на протяжении трёх лет проходит в муках. Такие слова нам написала Марина из Полтавы. И ещё вообще этот восьмой пахнет каким-то, не знаю, бензином. Как будто в этом всё мурное, как будто бензин. Вонь такая, именно гниёт лицо. 21 января 2012 года жизнь Марины изменилась навсегда. Именно в тот день на её лице появился первый странный прыщ. Я могу находиться на улице, я могу находиться дома, в любой местности. И оно просто резко как-то вот ему захотелось наружу, всё, оно вот вытекает, это дубное всё вот ульёт. Теперь от её прежнего лица остались только глаза и губы. Марина умоляет нас о помощи, но боится показать себя на всю страну. Что же за странная болезнь съедает лицо Марины? Можно ли ей помочь или её кожа будет гнить до конца жизни? Тема нашей сегодняшней программы называется «Прыщи-убийцы». Это говорит Украина здесь, на телеканале «Украина». Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Подруга Марины, Татьяна, никогда не думала, что с нашей главной героиней может произойти такое. Но от подобного, как оказалось, никто не застрахован. Татьяна приехала к нам в студию для того, чтобы спасти самого близкого ей человека. Давайте поприветствуем прежде всего Татьяну. Татьяна, вы когда-нибудь видели вашу подругу вот такой, как на этих фото? Нет, без этих абсцессов я ни разу не видела. Эти снимки когда были сделаны? Где-то в 2012 год. Как сейчас выглядит Марина? У нее 95% лица покрыто этими фрунклами. То есть, значит, все лицо покрыто этими фрунклами? То есть, у нее где-то там чуть-чуть, где-то там на лобике, чуть-чуть. А тут 95% лица. Это страшное зрелище? Со стороны, да. Очень много кто сталкивается. Первая реакция, о Боже. Внимание на экран. Они встретились 1 вересня в кулінарном техникуме. Эта встреча не лишила никаких приемных спогадов ані в Татьяне, ані в ее подруге Марины. Татьяна обратила внимание на Марине на обличчя. Втім, ее оно не злякало. И вот уже три года, как Марина станет нерозлужен. За этот короткий час они стали найближчими у света людьми. Мы общаемся очень хорошо, очень много вместе времени проводим. То есть, ну, очень много она раз у меня остается ночевать. Когда Тетяне не было где жить, Марина пришла ей на допомогу. Протягом півроку Тетяна жила у подруги вдома. Вона достеменно знает, на яке пекло перетворилося життя ее подруги Марины. Ну, именно вытекала, она лопалась, она вытекала, было такое. Конечно, я ее поддерживала, как могла, так и поддерживала. Тетяна никогда не видела Марину без прищев, окрім, как на фото. Но ей единей Марина показала то, что приховывает от других. Таня, с чего все началось? Что произошло такого, что лицо вашей лучшей подруги в 21 год стало покрываться этими ужасными гнойниками? Ну, изначально появился такой прыщик, можно так сказать. Ну, небольшой. Буквально за дня 3-4 он вырос где-то размером, ну, где-то перепелиная яичка. Это очень большой размер. Это очень большой. Марина пошла к дерматологу. Так. Ее пытались подлечить медикаментами, не получилось. После чего пришлось лечь на операцию, удалять этот фурункул. Сейчас наша главная героиня находится за кулисами. Она очень боится показать свое лицо на всю страну, потому что все эти 3 года она скрывает его от родных, близких, от друзей. Она прячет свое лицо под толстым слоем косметики. Сегодня Марине придется снять вуаль и показать себя стране. Показать всем нам. И все это для того, чтобы спасти себя. Наша главная героиня настолько переживает, что даже говорить сейчас с нами не может. Мне очень хочется, чтобы наши зрители именно сейчас услышали Марину. Мы записали с ней откровенное интервью. Она сама расскажет, что внезапно появилось на ее идеальной тогда еще коже лица. Внимание на экран. Сесс этот был, то есть он выглядел где-то сантиметров два, а в объеме, то есть он мог уже быть, ну как, то есть он был уже где-то три сантиметра. Он такой твердый был, то есть уже там гной затвердел именно был. Вот, и поэтому мне и сказали, что нужна операция. Татьяна, значит, прыщи на лице вашей подруги, это ведь не только, прежде всего, эстетическая проблема. Это для нее еще и проблема, которая снижает ее самооценку, наверное. Каждой девушке хочется выглядеть красиво. Каждой хочется быть особенной. У нее эти боли, она постоянно переживает. То есть они болят? Они болят, они очень сильно болят. Сильно? Как именно? Наверное, у каждого человека были в свое время прыщики, обычные прыщики подростковые. Ну, подростковые, да. Где гной? Ну, это как минимум в 10 раз больнее, потому что это под кожей находится не прыщик, а это действительно вот такие гнойные пузыри. Но кто виноват в том, что красавица однажды превратилась в затворницу? И что за странная болезнь все-таки оставила от лица Марины только глаза и губы? Наверное, каждый бы побоялся. Я в первый раз такое слышу. Я тебя сам лучше люблю. Уже выхода нет. Здесь, безусловно, нужен психолог. Она молитвами ликувала, заговорами... Я не подозревала, я не знала. А Марина винит отца? Подождите, Тань, так получается, все эти три года – это боль у Марины постоянная? Да. Или меньше, или больше. Но она никуда не девается. Но, оказывается, все еще страшнее. Внимание на экран. На улице, выходя из больницы, у меня тогда была температура что-то около 38. Я должна была переходить дорогу по зебре. И только подошла к дороге, то есть я почувствовала какую-то слабость в ногах. И я аж шараталась просто на землю. И я уже очнулась, и уже надо мной люди просто стояли. То есть Марина еще и сознание теряет? Да, бывает такое. И она может стоять, разговаривать, все вроде бы нормально, все хорошо, разговаривает, разговаривает. У нее подкашивается ноги, и она падает. А как Марина спасается от боли? В первую очередь она старается как-то меньше показываться на людях вообще, чтобы это все видели. А если уж такие боли, что она не в состоянии терпеть, она пьет обезболивающее. Она старается пропивать эти биотики, чтобы заглушить эту боль хоть чуть-чуть. Давайте сейчас обратим внимание на экран и снова послушаем Марину. На самом деле это адская боль. Оно постоянно болит, постоянно что-то может, я говорю, вытекать. Вот за этим нужно тоже следить. Очень больно. У меня врагов нет, но я и врагу этого не пожелала. За это время она обращалась к врачам еще? Каждый месяц что-то пытались сделать. Обращались к врачам, ложили в кожу виндиспансер, обращались в частные клиники. Но это не помогало? Нет. Немножко легче было, но через время она возвращалась постоянно. И такая ситуация, когда врачи, по вашим словам, не помогают, сделала из Марины затворницу? Она может вообще не выходить неделями, даже больше. Не показывается на улице вообще. Когда мы навещали Марину, она к тому моменту уже две недели не выходила из дому. В принципе, если ей там срочно никуда не нужно, если обстоятельства так не заставляют ее выходить, она предпочитает сидеть дома. Она стесняется себя или она боится потерять на улице сознание? Почему она становится затворницей? Я бы больше сказала, себя стесняется. Она к себе очень плохо относится. И она говорит, что я уродина. Она перестала общаться очень с многими друзьями. У нее раньше было очень много друзей. Она была общительная. После этого всего она закрылась в себе. У нее с друзьями остались я, пара молодая, близкие, мама, папа. То есть, и все. Вы когда ехали сюда на программу, вы ведь вместе с Мариной добирались? Да. Она к моменту приезда в студию не решалась выходить к нам сюда, так? Конечно. Она боится? Ну, конечно, показать практически на всю страну свою проблему, свое лицо. Наверное, каждый бы побоялся. Я надеюсь, что Марина все-таки наберется храбрости и выйдет сюда сегодня к нам, для того, чтобы рассказать о своей главной проблеме, которая буквально изуродовала ее жизнь, не только лицо. Кого винит сама Марина в том, что произошло с ней? И как к этому странному воспалению, возможно, причастен отец нашей главной героини? Что нам расскажет мужчина о своем прошлом? Ну, а сейчас, позвольте пригласить в эту студию Юрия. Он один из немногих, кто остался с Мариной в ее беде. Прошу вас. Здравствуйте. Почему вы не отвернулись от Марины, как это сделали многие, насколько мы поняли, друзья? Какой бы я был на самом деле друг, если отвернулся бы от нее. Это раз. Ее внешний строй абсолютно не играет. Я общался с ней до этого, а после этого и буду дальше еще общаться. Внимание на экран. Юрій знает Марину впродовж пяти роков. Вони познайомилися випадково на вулиці. Молода, гарненька девчонка підбігла до него и попросила скористаться его телефоном. Марина подошла, попросила позвонить телефон. Переставила карточку, позвонила, так познакомились, начали общаться. И с того часу и тривая их дружба. Юрій бачил, как изменилось обличчя подруги. Он всегда пытался поддерживать Марину. Помогать ей в сложных жизненных ситуациях. Я помню, без этого всего. Я ее забирал еще из больницы, когда доктор ей там делал какую-то маленькую операцию. У нее был маленький пластырь только на лице. Я ее на машине приехал, забрал, отвез, ничего не было. А потом вот получилась вот такая отбита. Хлопец и не подозрював, что одного разу станется с Мариною через ее обличчя. Так, что же однажды случилось с Юрой, с Мариной? Она хотела покончить жизнь самоубийством. Броситься под машину. Татьяна, вы знали об этом? Да. Я узнала это спустя, конечно, время. Естественно, я была в шоке. Ну, с одной стороны, я ее понимаю. Ну, потому что у человека просто уже выхода нет. Давайте послушаем, что об этом рассказала нам Марина. Внимание на экран. Я как-то шла, получается, подошла к дороге и смотрю боковым зрением, вижу, что летит машина. Именно очень быстро едет. И, то есть, несмотря на машину, то есть, я уже ступила вот так вот. То есть, и пошла дальше. И человек с ниоткуда как-то сзади, то есть, меня просто за рукав, то есть, потянул назад. Крикнул на меня. Ну, он сам, походу, в шоке был, то есть, он ушел. Он просто ничего мне не спрашивал особо. Просто что-то накричал, то есть, в своем уме. У меня ступор был. Я не знала вообще, зачем я это сделала. Я сразу же пожалела об этом поступке. Так стало. Я еще долго стояла на этом, ну, то есть, на обочине дороги. И просто, просто думала, что я неправильно делаю. Вы ведь лучшая подруга, Марина Таня. Да. У нее еще были такие попытки самоубийства? Нет, попыток не было. Вы знаете, когда человек уже в крайностях, когда разговаривает, он говорит об этом. Конечно, я постоянно пыталась как-то поддержать, сказать, что в любом случае прорвемся, что это не выход. Просто-напросто взять и все, и исчезнуть. Юра, вы когда узнали об этой попытке самоубийства, вы пытались поговорить с Мариной? Ну, конечно, я поговорил с ней. Я сказал, говорю, Марина, ты не думай такое делать, я тебя сам лучше полюбью. Нельзя, надо бороться и дальше стараться делать. А до этого, Юра, Марина как-то говорила о своих планах свести счету с жизнью? Нет. Вы даже не подозревали этого? Я не подозревал, я не знал. Это, конечно, большое, огромное счастье, что у Марины есть друзья и подруги, которые в такой момент рядом с ней и не бросают. Но сложно представить состояние, в том числе эмоционально-психологическое Марины, которое действительно эти прыщи, эта постоянная боль в течение трех лет одолевает и буквально загоняет в тупик. Как вы думаете, с чего Марине нужно начать для того, чтобы изменить жизнь? Чтобы, по крайней мере, больше ничего Марина с собой не сделала, Александр. Проблема, которую вы сейчас поднимаете, это проблема не только медицинская. Это проблема социума, это проблема психологическая. Есть вообще такой медицинский критерик, называется качество жизни пациента. Так вот, на сегодняшний день в мире считается, что качество жизни пациента, то, как он себя чувствует вот с этой болезнью, намного важнее, чем сами проявления болезни. Поэтому здесь, безусловно, нужен психолог. Наташа, что вы думаете? У меня была такая проблема, зовнішность, обличчя, родима пляма. До девятого класса десь у меня было такое ощущение, что я никому не нужна, что это все хрест. Насправді, никакого хреста нет, он у нас только в голове. Все зависит от того, как мы думаем. Зовнішность – важливый аспект твоего социального життя, але все зависит от того, як ти себе налаштуєш. Вообще ужасна история. Просто страшная, потому что я понимаю, что такое для девушки внешность. И я вот так примеряла на себя. Я думаю, каждая девушка думала, вот если бы такое случилось со мной, да, но это, я не знаю, это очень мужественный человек. Елена. Самое главное, с чего надо начать, поверить в то, что изменения в ее жизни возможны. И она уже стоит на этом пути. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, из своего лица Марина хотела даже покончить жизнь самоубийством. В последний момент ее спас случайный прохожий. Но что Марина сделала со своим парнем? Откроет ли наша главная героиня сегодня нам свою тайну? Ну и смогут ли, собственно, медики вернуть лицо из прошлого? Возвратить прежнюю жизнь Марины? Или все-таки эту проблему нашей главной героине придется скрывать до конца жизни? Привязали меня, руки мне привязали. Можете подавать на меня в суд, звоните в милицию, вы все равно ничего не докажете. Как будто сделано, знаете, если пороблено. По ритуалу нам потребна была тюляльку с полыта. Не могу я под руками, ну, не получается. Просто вообще какой-то кошмар. А вы не боитесь, что из-за вот этого лечения состояние могло только ухудшаться? Юр, я знаю, что у вас ведь есть версия произошедшего с Мариной. Все дело в операции. Кого вы вините? Я считаю только врача. У нее был маленький фрункул на лице. И она поехала, ну, сделать операцию. Это я считаю банальной операцией удаления фрункула. Вот, я ее забрал из больницы, вез домой. Был маленький пластырь только. И буквально через две недели у нее начались такие проблемы с лицом. То есть и дальше все хуже, и хуже, и хуже. И плюс Марина пришла аж к врачу и спросила, говорит, доктор, что с моим лицом, что случилось? Может, вы мне инфекцию занесли какую-то? А что доктор ответил, может, и занес. То есть, подождите-ка, вы вините врача в том, что он не исключает того, что занес инфекцию? Да, он открыто так и сказал в глаза. Да, может и занес. Это вам Марина сказала? Да. Можете подавать на меня в суд, звоните в милицию, вы все равно ничего не докажете. Это его слово. Он так и сказал? Он так и сказал, слово в слово. Татьяна, вы знаете что-нибудь об этой операции? Как она прошла? Я знаю об этой операции по рассказам тоже. Марины. Единственное, что после, вроде бы, самой обычной операции у нее начались проблемы. Врачей я бы не стала обвинять. Может быть, они виноваты, может быть, нет. Послушайте, давайте-ка вспомним, каким было состояние Марины после операции. Какое состояние может быть у человека после больницы? Ну, уставшая немножко. Ну, веселая, нормально. Даже незаметно было этого шрамика после операции. Там маленький был пластырь у нее на щеке. Но сама Марина с ужасом вспоминает то, что с ней тогда произошло. Внимание на экран. Я очень сильно кричала, потому что, ну, реально, очень сильно было больно. Когда они разрезали этот, ну, то есть это по-живому получается, разрезают кожу. И вот этот веселной, то есть забирают. Потом закрыли мне само лицо, чтобы я сама, то есть как-то и глазами же не видела никого. То есть привязали меня, руки мне привязали, вот, ноги не привязывали. Но потом, как я начала орать, и то есть я начала двигаться в ходе самой операции, то есть мне медсестры двое, одна на одной, ноги другая, на другой, то есть не держали. Тань, ваша подруга пережила очень сильную физическую боль. Но каким был все-таки результат после операции? Когда она выходила из больницы, у нее была уверенность, что проблемы больше нет. То есть, ну, все будет дальше хорошо, все, операция прошла. Ну, и спустя две недели у нее один за другим начиналось. Давайте сейчас послушаем Марину. Внимание на экран. Сначала вот именно на щеках, вот больше на щеках, то есть там, где сама улыбка получается. Потом полезла уже на бороду саму, позже на лоб и дальше уже и на носу, то есть возле глаза, ухо, то есть оно вот все. То есть после операции эти фурункулы стали буквально расползаться по лицу? Да. Изначально они там где-то чуть-чуть один на щечке, потом второй, потом третий. И что предприняла Марина? Опять пошла к врачам? Она опять пошла к врачу с вопросом, что у нее с лицом. И что он сказал? Он ей сказал, если хотите, ложитесь на операцию, мы еще вырежем. Послушайте, Александр, а заражение действительно могло произойти во время операции? Это и такое, что вот это стало все распространяться по лицу? Ну, к сожалению, могло. Могло. Это произойти. Но могло и быть причиной то, что это не хирургическое заболевание, а заболевание дерматологическое. Скажем, у нее не один прыщ появился, который мы видим, о котором мы говорим. У нее их было больше. Просто тот проявился раньше, а остальные начали проявляться. То есть они дремали, что ли, где-то под кожей? Ну, вот где-то так, да. Ну что ж, уважаемые наши зрители, что за странная болезнь буквально изуродовала лицо Марины? Возможно, у кого-то из вас или у ваших близких, родных были такие проблемы. Как вы лично или как они справлялись с этими проблемами? Напишите, пожалуйста, нам на сайт, адрес сайта на нашем экране. Спасибо вам огромное. Таня, вы сказали, что практически 90% лица Марины усеяны этими фурункулами. Вы сказали, что они напоминают по форме перепелиные яйца или даже больше? Ну, оно может быть меньше, оно может быть больше. Ну, вот самый большой какой? Ну, самый большой, который я видела, это было где-то диаметром 5 сантиметров, наверное. У нее это было под ухом, ну, такой, такая бульба, можно так сказать. И оно постоянно там на улице выходя, оно могло прорвать, то есть саму по себе. То есть он мог лопнуть просто? Постепенно вот этот гной выступал. И постоянно вот это смотреть, чтобы там не текло оно. Ну, слушайте, рисуется, по вашим, конечно, словам, жуткая просто, честно говоря, картина. Я просто в шоке, я не знаю, три года человек так мучается, и никто не может вылечить, прямо как будто сделано, знаете, пороблено, да? Вот, как будто бы там типа с глаза такого, да? Да, ну просто вообще какой-то кошмар, я первый раз такое слышу. Итак, Марина пыталась покончить жизнь самоубийством из-за ужасных прыщей на своем лице. Но как девушка разрушила свою личную жизнь? На что решился ее бывший парень ради того, чтобы ее порадовать и, возможно, даже вернуть к себе? Наше следующее гостье догадывается, почему лицо Марины действительно покрылось вот такими страшными, жуткими угрями. И у этой гости есть своя версия произошедшего. Встречайте, пожалуйста, маму Марины, Нину. Прошу вас. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, откуда на лице вашей дочери эти фурункулы? У нас в роду была подобная проблема дерматологичная. Внимание на экран. Ніна Дудка, Марина на мати, постійно слідкувала за обличчям донечки. Були проблеми, как у всех обычных детей. Хворіла там простудными захворюваниями. Шлунково-кишковый тракт трішки были там проблемы. А что касается дерматологических проблем, такого никогда не было. Ніна дуже хвилюється за дочку. Девчина на очах у матері повністю змінилася. Ніна бачить, що Марина страшенно переживає через своє обличчя. Бо з неї часто глузують, навіть жахаються. Одного разу Ніна з Мариною йшли вулицею. На зустріч їм жінка з дитиною. Маленький хлопчик, побачивши Марине на обличчях, злякався і почав плакати. Ніна хоче допомогти до цих, але не знає як. Так само, як колись не змогла допомогти ще одній людині. А кому йдет річ, парі Ніна? Річ для мого чоловіка, батька Маріни. Тобто у отця Марини була подобна ситуація, була проблема така? Ну як, у нього ще в підростковому віці з'явилися буря. Вот фотографія папи Марини, це він стоїть, да? Да, да. І у нього до сих пор це проблема? Ну на даний момент проблема залишилась, але якщо порівнювати з станом Марини, це зовсім якби різне. У Марини набагато це складніше і страшніше. У нього були просто поодинокі, прищі по обличчю. А медики встановили причину болезні у папи Марини, у вашого мужа? Ні. Він ще молоді роки лікувався. Чим він лічився? Ну це ж було ще в часі Радянського Союзу. Драматологи тоді виписували різні такі болтушки, які називалися. Він просто протирав лицем. Ну на деякий час проходило, а потім верталось знову. Тобто я з ним як познайомилась, у нього ця проблема була. Але з роками проблема залишилася, але не в такому стані, як була колись. Але ваш муж дуже сильно переживає то, що відбувається зараз з Марією. Да. Внимання на екран. Так, звісно, обращаю увагу. Ну, я не подаю від. Не подаю від. Просто... Потому що якщо я щось буду казати, жалити, це їй ще хуже буде. Жалко, дуже жалко. Мені, лично, я мужик. У мене вже двоє дітей. Жінка, святой. Я це вже пора торклю, все. А за нею дуже обид. Ваш муж дуже сильно переживає. Він даже говорить об цьому со слезами на глазах. А Маріна винит отца? Вона мені про це ніколи не говорила. Какі у них отношення? Ну, як сказати? Ну, не можу сказати, що в них дуже такі відверті відносини. Тобто вона з ним не може так поговорити близько, як, наприклад, з мною, або, наприклад, своєю подругою Танюю. Ми бачили, що у вашого мужа зараз теж в спаліні. Він якось лічится? Ні. Тобто він залишив це все? Уважаємі експерти, Олександр, може ли цю проблему передаватися, к примеру, генетичні? Безусловно. Це є генетичні, обусловно, детерминировано, так называємо, можливість проявлення такої болезни. Свет, як ви представляєте, все-таки проблема генетична чи ще в чому-то у Марины? Я відчуваю просто сердцем, що це ще психологічні, она настільки себе заруває, і она настільки себе не любить, що це ще делает її ще хуже. Ось якраз о психології, Юль. Цепь на телі може бути як психосоматична, коли наше тело, то, що ми подавляємо, витиснюємо, оно починається виходити таким образом наружу, і виходить через данну болезню, таке проявлення. Тут дуже інтересний момент, яка атмосфера в семьі, як люди борються з цією проблемою, як вони її розпринимають. А вот хороший, кстати, вопрос, Панінина. Значит, ми сьогодні вже узналися о тому, що Марина однажды предпринимала попытку к самоубийству. Ви знали вообще об цій попытки? Ну, я про це дізналась вже пізніше, набагато. Вона мене випадково про це сказала. Ну, як ви думаєте, почему ваша дочка пыталася себя убити? Можко сказати. Итак, мама Марины считає, що тайна страшного лиця її дочери заключається все-таки в генетике. Наші врачи, які провели обслідовання, головні героїни, вже знають розгадку цієї проблеми, яка ізуродовала життя Марины. І вона, чесно кажучи, інша, інша. Ви сьогодні увидіте лиця Марины. І ми повинні зрозуміти, що чи хто все-таки її зуродував. Ну, і якщо признання приготував бувший парень Марины для нашої главній сьогоднішній героїни. Марина наведена порчаще в дитячому віці. Одну лечиш, а другу калечиш. О, це, звісно, я розумію, що це найкращий виход. Навчись кожного дня дивитися в очі людям. Ви його любите? Совсем скоро Новий год. Напишіть свої пожелання в Твіттер с хештегом «Я бажаю». І 31 декабря ваше пожелання увидє вся країна в большому новогодній шоу «Говорить Україна». Пані Ніна, давайте почнем все-таки с лечення. Ми вже зрозуміли, що була одна операція, яка совершенно не допомогла. І після цієї операції в течіні двох недель лицо вашої дочки буквально покрилось цими фурункулами. Що ви стали робити? Лікувалися декілька разів шкірно-енергологічному диспансерію. За період лікування і ставало краще, тому що сильні дози антибіотиків, плюс інші ліки, мазі, креми, плюс переливання крові було. Коли, я не знаю, може, дія цих препаратів закінчувалася, це починалося знову, знову і знову. І лікарі сказали, що те лікування, яке вони до сих пор проводили, воно вже не дає того результату. І немає ніякого смисла більше її так лікувати. І після того, коли в нас загострення, ми просто приймали ті ж антибіотики, які нам назначали лікарів шкірно-енергологічному диспансерію. Так, минуточку, т.е. ви приймали антибіотики, які вам однажды, коли-то назначили врачи? Да. Т.е. ви приймали їх по собственій іниціативі? Да. Це називається самолічення? Ну, але іншого вікуду не було. А ви не боїтесь, що із-за вот цього самолічення состояние могло тільки ухудшаться? А вообще, да, антибіотики – це одне лечиш, а другое калечиш. Це же органи внутрішні. Как вообще можна антибіотики давати постійно своєму дитинку? Дуже просто розказувати, що кому треба робити, якщо ви не були в цій ситуації. Якщо у дитини є загострення, що робити їй матері? Чекати, поки дитина впаде до безтямки? Чи йти до лікарів, як їй сказали дід звідси? Треба шукати. Тоді допоможіть їй знайти нормального лікаря зараз. Конечно. Давайте зараз робимо, а не шукати винних. Зараз головне питання – знайти спосіб вилікувати цю дівчинку. Все. Шукати причин. О чому я і говорю. О чому я і говорю. А крім традиційної медицини, ви ще прибігали к якимось методам? Так. Ми зверталися неодноразово до лікарів нетрадиційної медицини. Що именно ви робили? Один раз нам сказали, що Марина наведена порча ще в дитячому віці. Так. Було так, що порча наведена через її ляльку, в неї була улюблена лялька, яка збереглася, і по ритуалу нам потрібно було цю ляльку спалити. Ми все зробили так, як... От этого ангельського лица с идеальной кожей остались только глаза і губи. У нее 95% лица покрыто этими фурунками. От Марины, нашей главной героини, отвернулись очень многие друзі и знакомые, а ее жизнь превратилась в ад. Сама она стала затворницей. После этого всего она закрылась в себе, у нее с друзей остались, ну, я, там, пара молодая, близкі, мама, папа, то есть, і все. Девушка пыталась даже покончить с собой, лишь бы больше никогда не видеть своего отражения в зеркале. Несмотря на машину, то есть, я уже ступила вот так вот, то есть, і пошла дальше. Но что за странная болезнь убивает нашу сегодняшнюю главную героиню? Полтавские врачи так и не смогли найти разгадку этой проблемы. Что скажет один из главных дерматологов страны? Удастся ли ему вернуть Марине идеальное, ее прежнее лицо, или уже слишком поздно? Пані Ніна, как после появления вот этих вот фурункулов, прыщей на лице Марины изменилась ее жизнь? Начинается идея, и она прокидается, вмивается холодной водой, и потом начинает эту процедуру свою щеденную. Она протирает обличчяя, або ж перекисью водорода, ну, спиртом. А за ночь у нее есть какие-то фурункулы, вот, как бы, трешки прорывая, и гнівы ходит. Она цей гнівы берет, протирает лицем. Вот, что она рассказала сама Марина. Приходится в домашних условиях прокалывать эти абсцессы. Иногда приходится. Да не иногда, а чаще всего, зачастую. Потому что очень неприятно, больно, и надо уже прокалывать, чтобы этот гной просто выходил наружу, а не держался под кожей, в крови ходил там. Сколько времени сейчас уходит у Марины вот эта вот подготовка утренней эмоционной? Ну, догляд за лицем – це, ну, не меньше, чем пів часа, а то и більше. То есть так просто выйти за хлебом она не может? Нет, никаким не может. Внимание на экран. Могу протереть лицо перекисью или спиртом. Потом идет уже тональный крем, когда уже кожа высохла, ну, какой-то такой легенький. А потом идет главный крем, такой потолще, вот, чтобы закрывал уже поры, то есть больше. Ну, где-то там темнее, где-то светлее у меня там несколько их. И сверху, естественно, пудра идет. Румяна, ну, и тушь на глаза. То есть это где-то такой тон хороший, такой слой хороший. И на протяжении всего дня приходится подкрашивать, потому что, ну, кожа начинает показывать свое «я». Этот, ну, довольно плотный слой грима действительно скрывает прыщи эти формулы? Ну, я бы сказала, минут на 20 он действительно закрывает свет лица. Но спустя, пускай полчаса, оно же все равно, как скажется, кажется. Но ведь это толстый слой такого грима, тонального крема, так? Да. Сколько, кстати, тюбика хватает Марине? На какое время? Ну, недели две, но это максимум три. Так, свет вы пользуетесь тональным кремом? Да, конечно. Сколько у вас? Очень некорректно. На сколько хватает? Такой некорректный вопрос. Месяца на два, на три. Лен, вы пользуетесь? Да, но реже. У меня она очень долго хватает. Ну, давайте сейчас посмотрим на запасы Мариной косметики. Внимание на экран. В общем, у обычных людей это бар для бара, а у меня это для моих средств от кожи, для кожи, всякие там косметика, в общем, всякие баночки. То есть куча всего, чтобы и на выход получается, и то, что я пробовала, просто какая-то тут тоже косметика антибактериальная. В общем, куча всего. Значит, получается, что кожа и так страдает от фурункулов. Значит, кроме этого, самолечение было и толстый слой косметики. Который вреден. Да, это ведь тоже может усугублять, кстати. Первое. Категорически нельзя ничего прокалывать и выдавливать на лице, особенно выше линии губ. Потому что прокалываем и неизвестно сколько, куда, какой инфекции дальше разносим. Это раз. А второе. Вот представьте себе, ну вот волос и устья волоса это фолликула, откуда выходит жир. И вот он в том состоянии, в котором есть акне, он такой перекрытый и почти не работает. А мы еще сверху его делаем цементом, замазкой, и тогда оттуда вообще не выходит ничего, что должно очищать. И это все накапливается. И это все накапливается. И это делает мешочек и воспаление. Но с другой стороны, ведь Марину тоже можно понять. Это психологическое. Ну не хочет девушка. Ну как психологическое. Ну даже, ну Александр, ну не только психологическое, но любая девочка хочет быть красивой. Лена. Мне кажется, что Марина выбрала для тебя такую стратегию поведения, когда она просто от мира и от возможной боли, она прячется. Вот за вот этим тональным кремом. То есть она умная девушка, я думаю, она понимает, что она наносит себе вред, когда вот на раны наносит косметику. И это ее внутренняя реакция, ее внутренняя защита на то, чтобы ей не было еще более хуже в этой ситуации. Да, Марин, у тебя есть два варианта. Первый. Або закрыться и встать черницею. Другий вариант. Або наплевать на думку всех и жить, научиться жить нормально. Моя тебе порада. Тиждень без никакой косметики. Я не согласна. Это шок. Это не шоу. У вас шоу. Я не согласна. Это шок для Марины. Это никакий не шок. Не слуха никого. Я это прошла. Они говорят про то, что не знают. Учись себя любить. Начинай с завтрашнего или с сегодняшнего дня. Итак, Марина все это время, пока мы здесь рассуждали, находилась за кулисами. Она не сразу решилась выйти. Но я надеюсь, сейчас она сделает это. Ей тяжело это сделать. Но она ведь приехала сюда для того, чтобы решить эту проблему. Я иду за Мариной. Пойдем? Да. Я очень рада с вами познакомиться, Алексей с вами. Не волнуйтесь. Правда? Да. Там так много добрых людей, которые хотят вам помочь. Подскажите. Подскажите. Мы все встречаем. Пойдем. Осторожно здесь. Смотрите. Ага. Так. Ложеный здесь тоже. Ага. Опа. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдемте сюда ко мне на центральный диван. Мне всю почти эту программу в это ухо. Там из аппаратной говорили, что вы боитесь, вы буквально трясетесь. Я понимаю, что для вас это тяжело. Но здесь уже сказали, что вы очень мужественная девушка. И это так. Спасибо вам. Спасибо большое. Марина. Но, может быть, пора уже снять эту вуаль. Еще буквально минутку. Надо собраться. Да, да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо вам, что вы это сделали. Вы замечательные. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы абсолютно мужественная девушка. Спасибо. Давайте сейчас обратим внимание на экран. Марині Дуцци 24 роки. Вже третий рік девчина живе, Ніби в пеклі. Жахливі причины обличчі Повністю зруйнували її життя. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина закінчила два навчальні заклади – педагогічний інститут і кулінарний технікум. Вона мріяла про хорошу роботу. Особливо їй хотілося працювати з дітьми. Але поки що мрії так і залишаються мріями. Утім, півтора року Марина таки пропрацювала на одній єдиній роботі, куди її взяли з жахливими прищами на обличчі. Марин, що це за робота? Це соціальний роботник на почте. Носила пенсію пенсіонерам і корреспонденцію. Там письма і газетки. Як вам к вам там относились? В принципі мене, ну, втретили хороо. В принципі? На роботі. Ну, на роботі. Ну, то есть, були там нікотіри. Давайте щас честно говорити, ладна? Не, вони мене не обіжали. Именно колеги ніколи нічого не говорили. А клиент, ну, то есть, люди, к которым я ходила, да, откликались не очень хорошо, потому что они пугались часто. Марин, ну, ведь вы хотели наверняка развиваться как-то. Конечно. И у мене был опыт, то есть, как по карьерной лестнице, получается, там оператор. И я місяць проработала, у мене все хорошо, без всяких жалоб, все, меня хвалили. Я к начальству приехала, и там уже, ну, попыталась узнать, могли бы они меня взять. И что вам ответили? Отвела меня в кабинет, начальница отдельно, чтобы, ну, никто не слышал. И просто сказали, что ты извини, конечно, ты не обижайся, но я тебе не могу к лентуре подпустить. Ты просто, ну, перепугаешь мне людей. Она так и сказала. Да. Я не подала виду. Я улыбалась, сказала, ничего страшного, конечно, я все понимаю. Вам было неприятно и больно, очевидно? Очень, очень сильно. Не плачьте. Как вы это все переживаете, потому что у вас не только физическая боль, но еще и вот такая душевная, психологическая. Ну, да, очень тяжело. Пытаюсь избегать встреч с людьми, общению, даже дневного света. Ну, пытаюсь не выходить даже в магазин. То есть, получается, что затворничество стало для вас лучшим выходом из этой ситуации? Ой, это, конечно, я понимаю, что не лучший выход. Но вы стали затворничей. Да, не могу я под рукой, но не получается. Марина, никакая вы не уродина, никакая вы не страшная. Вот смотрите, вы нормальная, классная девчонка. У вас глаза светятся, вы улыбаетесь. Мой вам совет. Первое, написать жалобу на эту тетеньку. Потому что в ней такие самые равные права, как и у каждого из нас. Слушайте, люди. Ну, в меня родима пляма, в ней в угре. В меня была когда-то такая ситуация. В меня не хотели очень долго брать вообще на работу, когда я еще была студенткой. Потому что я не подходила зову. Я сначала расстроилась, потом подумала, чему мне, власне говоря, расстроиться. И решила, если мне не берут, чтобы продавать листы, я пойду там, где вы назначаете политика и другие вещи. Я вспомнила, кем я хотела быть журналистом и дала свое резюме всем в разных видах. С этого началась моя карьера, власне говоря, журналистка. Первый крок до новой работы, якой нет ни в кого другого, Марин, начинается из того, что вы поверите в себя. Второе, вы должны себя наконец-то раскрыть. Не бойтесь раскрываться. Вы нормальная, классная. Не бойтесь. И третье, верьте в то, что у вас все сойдет. Это точно сойдет. Есть люди, которые помогут. Мариночка, у вас очень красивая фигура. Очень. 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 Ноги отличные, улыбка хорошая, глаза очень яркие. У меня, кстати, в отличие от вас, более выгодная здесь позиция. Да. Так, но ведь у вас педагогическое образование. Да, у меня и педагогическое. Вы хотели работать с детками? Хотелось бы попробовать, как минимум. А пытались вообще устроиться? Да, пыталась, приходила в детские садики, в школы даже. Они отказывали. Говорили, ну, прямым текстом говорили, что как можно подпускать к детям, подумать, что там заразное что-то. Я их понимаю. На повара я тоже пыталась. Потому что диплом повара есть. И тоже говорили, кухня, это же еда. Умница, слушайте. Педагогическое образование, еще и диплом повара. Вы прямо умница-разумница. Спасибо. Ничего себе. Только толку мало. Ну, послушайте, насколько нетолерантное общество. Нетолерантное. У нас большая проблема в этом. Это правда. Можно сказать, Алексей? Да, Юль. Я, когда готовилась к встрече с нашей героиней, я ожидала увидеть такую депрессивную, несчастную девушку. Через пять минут я перед собой увидела человека, который полон энергии, который видит... Вижу цель, не вижу препятствий. Я спросила, о чем вы мечтаете, чего я хочу. То-то-то-то-то. Вот. И я вас разочарую, но у нее нет депрессии. Нет. Я вот опять про глаза. Я смотрю в эти глаза, и я не вижу, что это глаза затворницы абсолютно. Вам не идет эта роль, никакая вы не затворница. И вы получаете огромное удовольствие от общения с людьми, и с вами интересно. А я бы сказала, что я вижу перед собой не только красивую девушку с небольшой проблемой, с решаемой проблемой, но еще у вас очень классная энергетика. Вы действительно светитесь изнутри. И вам есть чего дать этому миру. Дайте себе шанс. Итак, каждый выход на улицу для Марины до сих пор, по крайней мере, был пыткой. Наша главная героиня сознательно прекратила общение со многими своими друзьями, лишь бы никто на нее не смотрел. Но почему Марина оттолкнула от себя того, кто не замечал, да что там вообще не видел никаких особенностей на лице у Марины? Что за странная болезнь съедает лицо Марины? И можно ли ей помочь, или ее кожа будет гнить до конца жизни? Была любовь. Он делает что? Все нормально? Дай мне внимание, дай мне любовь. Избегаю встреч. Я становлюсь такой, как он. Может ли она вернуть себе прежнее лицо? Меня интересует все-таки личная жизнь. Как у вас с этим? На данный момент никак. Почему? Избегаю. Избегаю встреч. Тоже боитесь и стесняетесь? Да, но я разговариваю по телефону. Я разговариваю по телефону, с ребятами мне звонят, меня приглашают постоянно куда-то погулять, но я отказываю постоянно. Просто я пытаюсь не волновать, что ли, их этой проблемой, не пугать лишний раз. Почему пугать? Как бы это странно ни звучало, они меня не видели, некоторые без косметики, а некоторые даже не видели днем. Они видят меня только вечером. Вы просто боитесь и стесняетесь? Да. Но у вас ведь и был бойфренд. Я знаю это. Было. Были серьезные отношения? Были. Была любовь? Была. Это ведь уже после того, как на вашем лице появилось раздражение? Как его зовут, этого парня? Станислав. Сколько вы были вместе? Год. Как он реагировал на ваши особенности? Особенности? Никак. Он делал вид, что все нормально, что ли? Я не знаю. Он просто не обращал внимания. Он смотрел мне в глаза, никогда не рассматривал мое лицо. Никогда такого не было. Вы сказали удивительную фразу. Он делал вид. А вы никогда не думали, что он просто не замечал или вообще не видел этого? Может быть ему не было вообще дела до этих прыщей? Они его действительно не волновали? Может и так. Может вы правы. Но я не захотела. То есть вы его оттолкнули? Вы его любите? На данный момент? Да. Нет. То есть вы хотите сказать, что вы просто так взяли и убили эту любовь? Да. Именно убила. Зачем? Не хотела быть для него обузой. Не хотела быть для него проблемой. Не хотела я. Но ведь он вам даже не намекал, что это обуза. Нет, конечно. Он вас любил? Да. Он меня любил очень сильно. Вы знаете, мы ведь нашли Станислава. Мы вам ни слова не сказали об этом. Но мы такие. Но я считаю, мы все считаем, что вы должны услышать то, что он думает до сих пор. Внимание на экран. У меня было там представление, пару комплексов ее. Но насчет лица я вообще не замечал. Думал обычно, женщина же красится, все дела. Ну так, чтобы скрыть, я просто не думал. Проблема, то что она себе накрутилась лицом. Но для меня она никогда не была проблемой. Вообще себе даже никак не задумывался об этом. Доброе утро. Марин, твоя жизнь – это твоя жизнь. А жизнь человека, твоего парня – это его жизнь. Ты ничего не должна решать за кого-либо. Ты должна решать только за саму себя. Понимаешь? Поэтому позволь человеку себя любить. Окружать себя теми людьми, которые тебя любят. Вы ведь, Юль, кстати, работали до записи программы с Мариной. Мне было интересно понять, какие у него в середине эмоции, какие чувства. Я спросила, Марин, вот почему ты свою жизнь, свое счастье, свои отношения убираешь в сторону, а на пьедестал ставишь вот эту проблему с лицом. И мы вышли на то, что все идет в семье, все идет от родителей. И у Марины очень непростые отношения с папой. Ей не хватает внимания, заботы и поддержки. Хотя папа переживает, и мы это видели. Он переживает, но папа не всегда это может проявлять. И тут такой интересный психологический феномен, чтобы быть ближе к папе, то я становлюсь такой, как он. И даже за счет вот тех внешних моментов, что папа, посмотри, я же такая, как ты. Дай мне внимание, дай мне любовь. И то, что мы видим на протяжении, что здесь с этой болезнью, эта проблема, она их объединила. И решение этой ситуации может быть в первую очередь в том, что Марина научится себя любить, примет себя. И тогда Марина вернет любовь к самой себе. К самой себе. Потому что вы неимоверно сильный человек. Потому что вы к своим двадцати с хвостиком прошли столько уже, и столько испытали боли, в том числе и физической, что вы, конечно, великолепная просто. Вы великолепная и сильная девушка. И это просто факт. Сможет ли все-таки Марина побороть свои эти особенности, эти прыщи на своем лице? Наша главная героиня в это искренне верит. Но мы пока не знаем ответ на этот вопрос. Совсем скоро сюда выйдет специалист, который огласит вердикт медицинской комиссии. Результаты обследования могут стать шоком для нашей главной героини. Но могут и обрадовать. Давайте сначала обратим внимание на экран. Будьте добры. Сейчас мы должны сделать вам документирование вашего лица. То есть мы делаем снимок. А. Просто мы смотрим. Да, мы смотрим. Также мы хотим сделать вам глубокую дерматоскопию, которая позволит нам посмотреть на состояние ваших сальных желез. Были взяты соскобы на Демодекс. Мы будем ожидать результатов дальнейших анализов. Александр, вы руководили этой медицинской комиссией. Да. Да. Проходите, пожалуйста, сюда к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Будьте добры. Александр, как часто к вам попадают такие пациенты, как Марина? К сожалению, достаточно часто. Но и, к счастью, не так часто, как могли бы быть. Дело в том, что у Марины тяжелая форма углевой болезни. И достаточно запущенная. А вы провели это медицинское обследование. И, конечно, сегодня Марине очень важно знать, может ли она вернуть себе прежнее лицо. Да. Марина может вернуть себе прежнее лицо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, Марина. На сегодняшний день достаточно большой набор, к счастью, в мире разных средств, которые могут позволить вылечиться Марине. Вопрос доступности этих средств на рынке, вопрос, возможно ли, может ли она себе позволить их с экономической точки зрения, это вопрос технический. И он, если будет решен, то Марина может быть вылечена. Так, минуточку, что значит технический? Вы разве не возьметесь бесплатно лечить? Безусловно, я с удовольствием и консультировал, и дальше будем вести бесплатно. Но вопрос лекарственных препаратов. Ага. А это дорогие препараты? Ну, я думаю, что это в пределах до 10 тысяч гривен в месяц. До 10 тысяч гривен в месяц. К сожалению, срок лечения Марины будет зависеть от того, какой вид лечения будет выбрано. Если это системная терапия, то это минимум год. С одной стороны, отличная новость о том, что прежнее лицо может вернуться. С другой стороны, мы опять упорлись, как и всегда, в вопрос денег. 10 тысяч гривен в месяц – это действительно приличная сумма. 120 тысяч гривен. Да, это простая сумма, но я тебе скажу, что если мы запустим эту акцию в Фейсбук, приедайся до Марины, да, допоможем Марине. Да. И если обратиться сейчас к слушающим, я думаю, что по гривне, по 5. Смотрите, как была классная девушка. Давайте допоможем ей стать снова такой же. У тебя сколько на Фейсбуке друзей? У меня друзей больше пяти тысяч. У меня больше десяти. У тебя сколько? Да. Пошли, все собрали. Да. Давайте всем миром объединиться. Слушайте. Тех призываем. Но я пожертвую. Значит, может быть, это будет не скромно, но я очень хочу подать пример всем, у кого есть такая возможность. Я лично обращаюсь к вам, наши уважаемые зрители. Хотя бы гривна. Сумма совершенно не имеет никакого для Марины значения. Конечно, она имеет значение для вашего семейного бюджета. Но гривна. Я жертвую вам 500 гривен. У меня там в этих других джинсах, но после записи сразу же я вам вручу эту сумму. Марин, мы тебя вылечим. Главное верь. Если за тебя стоит, говорит, Украина, значит, я будущее уже вот есть на ладони. Давай. Спасибо. Что вы сделаете сразу после завершения этой программы? Можно я не скажу это секрет? Слушай, ты так жалостно, Зайка. Вы можете нам пообещать, что больше никогда не будете заниматься самолечением хотя бы? Да, конечно. Да. Да. Обещаю. Об этом говорит Украина. Об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ